Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. Китайская электронная промышленность как неистекаемый рок изобилия продолжает заваливать нас различными электронными гаджетами, похожими друг на друга как какая-то армия клонов, и отличим их, ну, наверное, лишь по названию. Однако в этой россыпи иногда попадаются весьма любопытные экземпляры, которые я и стараюсь выдергивать для нашего с вами знакомства, как и в случае с Yumi Iron Pro, о котором сами разработчики говорят не иначе, как об одном из самых защищенных смартфонов в мире, благодаря целым четырем степеням защиты и идентификации пользователя. Помимо цифрового, ну, либо графического пароля, аппарат оснащается сканером отпечатка пальца, идентификацией пользователя по голосу, а также одной из первых систем, которая позволяет определять хозяина по радужной оболочке глаза. И если к первому, либо второму способу идентификации на смартфоне мы все уже давно привыкли, то вот узнавание пользователя с помощью сетчатки глаза, либо по голосу является, ну, настоящей экзотикой. Плюс к этому заявлены датчики, определяющие частоту пульса у пользователя, а также уровень его стресса, как на флагманских смартфонах от Самсунга. Ну, есть, правда, один нюанс. Все это счастье оценено в 180 американских долларов при заказе с сайта производителя. Само собой, что пройти против такого чуда я просто не смог уже чисто из любопытства. И заказав прямо оттуда, получил заветный гаджет в Питере примерно через месяц. Итак, что же такое Yumi Iron Pro чисто внешне? Довольно недурно собранный металлический фаблет с диагональю экрана в 5,5 дюймов, хорошей начинкой, целым набором приятных мелочей и опций, создающих впечатление качественного продукта. Точнее, я начал бы даже не с этого, а с коробки, выполненной из плотного тисненного двухцветного картона, в который сам аппарат вкладывается как глянцевый журнал, ну или книжка в коробку. Комплектация, да, более стандартная. И помимо кабеля, скрепки и зарядного устройства ничем похвастать не может. Отмечу лишь, что зарядное устройство, заботливый и далекий китайский друг, положил правильное с европейской вилкой, такой, какой используется у нас. Но означает ли это, что у меня в руках именно европейская версия продукта, или это такой единичный случай заботы о пользователе, я, к сожалению, не знаю. Сам же адаптер достаточно простенький, с выходным током в 1 Ампер, так что заряжаться аппарат будет медленно и печально, набирая полную емкость, ну, наверное, часа за три. А вот сам смартфон порадовал качественными материалами, хорошей сборкой и незатасканным дизайном серого унылого кирпича. Заметными скруглениями углов классического прямоугольника аппарат больше всего напоминает мне ранние Самсунги, ну или HTC, и довольно сильно выделяется на фоне конкурентов, поскольку сегодня в моде прямые углы и рубленные формы. Названием своим Iron Pro в переводе с английского обязан металлическому заднику, который закрывает, ну, наверное, 90% в задней части устройства. Из крашеного пластика выполнены верхняя и нижняя часть крышки, под которыми прячутся встроенные антенны. А еще очень эффектно смотрятся блестящие винтики по три с каждой стороны, которые выполняют вообще двойную функцию. Придают гаджету брутальности и позволяют его разобрать с помощью обычной часовой отвертки. Сама же темная металлическая пластина, которая закрывает большую часть задней стенки, имеет довольно большую толщину, поскольку ее края по бокам и вокруг сканера отпечатка пальцев, расположенного посреди задней панели, имеют довольно широкие блестящие фаски, которые также придают конструкции изрядную долю эффектности. При этом, вопреки ожиданиям, смартфон получился не таким уж и тяжелым. Его вес укладывается в 150 граммов, а толщина не превышает 8 миллиметров. А еще отмечу продуманное смещение объектива основной камеры в сторону, на самый край гаджета, так, чтобы, когда вы ищете сканер отпечатка пальца на ощупь, его стекло не заляпывалось пальцем. Сам же объектив заключен в металлическое колечко, которое едва выступает из корпуса. Но за счет того, что расположена камера уже на склоне горы, ее вершина получается вровень со стальной крышкой, и на плоской поверхности ничего не затевает и не касается. В таком размещении объектива с самого краю есть только один недостаток. Любители снимать аппарат, держа его двумя руками, будут часто закрывать сам глазок. На нижнем торце нас ждет новомодный разъем USB Type-C с возможностью подключения кабеля любой стороной. Правда, помимо самого разъема, разработчики никаких бонусов сюда не добавили. И подключается к компьютеру аппарат все на той же скорости USB 2.0, а слабенькая зарядка не использует возможности fast charging. Ну и чтобы покончить с корпусом, отмечу, что клавиши управления находятся на правом торце, выполнены из металла и расположены в привычных местах. Кнопка включения ниже, а качель громкости чуть выше. А вот динамику нашлось место лишь под узкой щелкой в нижней части пластиковой накладки на задней крышке. И при приземлении гаджета на мягкую поверхность его становится практически не слышно. Вся передняя панель прикрыта стеклом, о происхождении которого скромно умалчивается. Так что технологии вроде Asahi Dragon Trail, либо Corning Gorilla Glass здесь, скорее всего, не применяются. И какая-нибудь защитная пленка или даже бронированное стекло здесь точно не помешают. В самом низу лицевой панели расположен довольно большой и яркий индикатор уведомлений длиной, ну, наверное, сантиметра полтора. Он либо мигает различными цветами при пропущенных звонках и уведомлениях, либо светится постоянным красным светом во время зарядки. Причем светится настолько ярко в темной комнате, что выполняет роль зловещего ночника. И приходится переворачивать телефон лицом вниз. Клавиши управления Android здесь являются частью экрана, как на последних Nexus. А рамки по краям этого самого дисплея справа и слева довольно существенные. Около трех, а то и четырех миллиметров. Так что с учетом дисплея с диагональю в пять с половиной дюймов, ширина всего корпуса получается, ну, около восьми сантиметров. И в не слишком крупных руках держать его не очень удобно. Помню, схожие ощущения у меня были при общении с прошлогодним гигантом Nexus 6. И тогда я поймал себя на мысли, что самой большой проблемой современных огромных фаблетов является не их длина, а именно ширина и удобство хвата. И убрать лишние полсантиметра отсюда было бы совсем не лишнее. Уж простите за тавтологию. Сама матрица построена по технологии низкотемпературного поликремния, LTPS. Это такая продвинутая модификация привычной нам IPS-матрицы. Только тоньше, экономичнее в потреблении энергии и с меньшим количеством рассеиваемой мощности. Другими словами, гаджет с LTPS-экраном можно сделать тоньше, греется он меньше, потребляет меньше энергии, а яркость такой матрицы выше, чем у стандартной IPS. На практике видимых преимуществ разглядеть не удалось. Экран просто хорош благодаря Full HD разрешению и беспроблемным углам обзора. Не лучше и не хуже, чем у других. На мой взгляд, это и хорошо, поскольку компромиссные матрицы даже в относительно дешевых новинках за последние несколько месяцев мне вообще не попадались. И говорит это только о том, что технологии производства экранов уже вылизаны настолько, что удовлетворяют потребности, ну просто подавляющего большинства пользователей. Теперь же давайте сразу перейдем к самому вкусному. Пропустив и аппаратную начинку, и возможности камеры, и коммуникации к ним, я думаю, мы вернемся позже. Меня же в первую очередь интересовали те самые чудеса идентификации пользователя, о которых так хвастался производитель. Итак, графический ключ или пин-код нам неинтересны. Здесь давно все понятно, и подобные опции есть даже на самом простом девайсе. Сканер отпечатка пальца – удобная и добротная опция, получившая ну просто лавинообразную популярность в конце 2015 года. Думаю, что связано это с удешевлением самих сенсоров и отработкой технологии настолько, что установка подобного сканера внутрь смартфона обходится производителю ну буквально пару копеек, а пользоваться им ну чертовски удобно. Yumi Iron Pro в этом смысле не исключение, и квадратный сенсор, расположенный на задней панели, срабатывает ну буквально за долю секунды. Причем прислонять палец можно с любого направления и под любым углом. Все отработает просто моментально, причем в памяти может хранить до 10 отпечатков. Плюс к этому такой метод идентификации существенно ускоряет время доступа к аппарату, поскольку отпадает необходимость пользоваться даже кнопкой включения. Достаточно при заблокированном экране просто прислонить палец, и уже через полсекунды вы видите рабочий стол. Правда, все это здорово только до тех пор, пока вы держите аппарат в руках. Тогда палец ну просто сам просится на сканер. А вот если он лежит у вас на столе, то для идентификации нужно его поднять и только потом нажать на сканер. Особенно это неудобно, когда телефон вставлен, например, в кредл на лобовом стекле автомобиля, и для его включения вообще придется вытаскивать. Устройства же с фронтальным расположением сенсора такого недостатка лишены, но там есть свои нюансы. Поскольку этот самый сенсор расположен в самом низу под экраном, и вы, когда держите его одной рукой, вынуждены балансировать буквально на кончиках пальцев, ну, рискуя выронить аппарат на пол. Так что универсального какого-то решения не существует вовсе, разве что не делать два сканера, один сзади, другой спереди. Третий способ разблокировки устройства китайские кудесники предложили делать с помощью голоса. Причем можно настроить пять различных фраз, которые не только открывают рабочий стол, но и сразу запускают выбранные приложения. Последовательность действий для разблокировки устройства таким образом следующее. Нажимаем кнопку питания, проводим по экрану, появляется значок микрофона, говорим заветную фразу и примерно через пару секунд видим рабочий стол. Смотрите. Разблокировать телефон. Вуаля. Если же аппарату что-то не понравится, сразу будет предложено ввести цифровой пин-код. Я специально показал вам всю процедуру по шагам, чтобы вы могли оценить время, которое будет на это затрачено. На мой взгляд, на разблокировку с помощью голоса уходит примерно 4, а то и 5 секунд, от начала и до конца, что почти в два раза дольше, чем набор обычного цифрового пароля, не говоря уже про идентификацию пальцев. И все это не считая сомнительной необходимости разговаривать с телефоном, особенно в людном месте, где вы можете просто быть элементарно неправильно поняты. И если вокруг шумно, то в половине случаев вообще телефон вас не поймет. Так что все эти голосовые плюшки пока что не более чем баловство. Ну ладно, с голосом не очень получается, а как насчет идентификации по сетчатке глаза? Вот где должен быть настоящий космос и реальный вау-эффект у окружающих. Давайте попробуем. Для начала нужно записать рисунок вашей сетчатки в систему и избавиться от очков. Выбираем пункт, который называется iPrint ID Unlock. Дальше нажимаем старт и смотрим в окошко. Причем нужно при этом не шевелиться и держать телефон примерно на расстоянии 15 сантиметров от пользователя. Иногда он ошибается и просит еще раз. Желательно при этом не моргать, но и не забывать следить за подсказками на рабочем столе. Само сканирование занимает, ну, наверное, секунд 10, а то и 15. И довольно мучительно, поскольку кажется, что телефон в свою очередь разглядывает тебя. Дальше вводим пин-код для подтверждения и выбираем на всякий случай код, если вдруг нас по глазам не узнают. Все, система готова. И теперь у нас блокировка с помощью глаз. Теперь давайте попробуем заставить узнать телефон своего хозяина по-новому. Для этого нажимаем клавишу питания, проводим пальцем и появляется картинка с фронтальной камеры. Смотрим в эту самую камеру. Ждем. Вот варевает. Не получилось! Он говорит, что нет, это не ты. Смотрим на камеру. Все готово. Но обратите внимание, что времени это занимает еще больше, чем голосовая идентификация. И, честно говоря, получилось у нас далеко не с первого дубля. Как вы понимаете, то, что мы споделировали здесь и для вас, это абсолютно тепличные условия, которых в реальной жизни, ну, фактически не добиться. Начиная с того, что я, например, постоянно ношу очки и эти самые блики, вообще не дают возможности разблокировки таким способом. А если в комнате, ну, хотя бы полумрак, не говоря уже про темное время суток, то реального результата вы вообще не добьетесь. На самом деле статистика такова. Из 10 попыток 4 увенчались успехом. И 6 раз аппарат написал, что он не узнает вас в гриме. Поэтому я считаю, что технология распознавания по сетчатке, вот, реализованная таким образом, точно так же, как и голосовая идентификация, пока лишь баловство. Получается, что из 4 перечисленных способов идентификации нормально работают только два первых. Старый добрый графический ключ, либо пароль и сканер отпечатка пальца. Хотя, если вспомнить, как этот самый сканер работал, ну, скажем, год или два назад, есть надежда, что и голос, и определение сетчатки будут нормально работать на следующих поколениях устройств. Однако инженеров компании Yumi было уже, видимо, не остановить. И они решили добавить сюда еще парочку экзотических датчиков, которые определяют пульс владельца и уровень стресса. Ну, почти как на флагманских смартфонах Самсунга. Работает это через приложение U-Health, и название которого, и дизайн, и даже иконки, слизанные у уже упомянутого корейского производителя. Внутри всего две кнопки, а само измерение происходит с помощью пальца, который нужно приложить к датчику, расположенному рядом с фронтальной камерой. Но вот незадача. Как я ни старался, и сколько бы попыток ни делал, ни у меня, ни у участников съемочной группы, ни узнать пульс, либо померить уровень стресса, который, кстати, заметно повысился в процессе тестирования, мы так и не смогли. Может быть, у нас у всех пальцы кривые, может быть, программа глючит, либо сенсоры реализованы через одно место. Я сказать не могу, но факт этот тоже немножко расстроил. Ну а что же с производительностью, скажете вы, и вот тут, слава богу, без сюрпризов. Внутри Iron Pro трудится знакомый нам и добротный 64-битный восьмиядерный камень MT6753, работающий на частоте в 1,3 ГГц в паре с графикой Mali-T720. Он достаточно хорош для большинства ресурсоемких задач, отсутствия тормозов в интерфейсе и хорошей оптимизации батареи, набирая в Antutu около 40 тысяч попугаев. Хотя до уровня старшего брата Mediatek Helio X10 он явно не дотягивает. В целом чипсет умудряется сохранять хорошую производительность при низкой тактовой частоте, благодаря чему встроенного аккумулятора на 3100 мАч хватает на полные сутки довольно напряженной работы. А если пользоваться аппаратом не слишком интенсивно, то он может спокойно продержаться 2, а то и 3 дня. А вот 3 ГБ оперативки для смартфона в этом ценовом сегменте весьма круто и позволяет системе прекрасно справляться с многозадачностью. И, кстати, с завода Iron Pro поставляется с практически чистым Android 5.1 на борту, лишь со слегка модифицированными иконками. Постоянной же памяти здесь 16 ГБ, а съемный лоток для двух наносимок с поддержкой LTE является гибридным. И вторая карточка может быть заменена дополнительным модулем памяти, что не слишком удобно, но и не смертельно. А еще разработчики не стали жадничать по части беспроводных интерфейсов. В наличии здесь и Bluetooth четвертого поколения, а Wi-Fi поддерживает сети, работающие в диапазонах и 2,4 и 5 ГГц. Теперь о камерах, которые достались нам на закуску. Фронтальный модуль здесь аж 8-мегапиксельный и имеет фронтальную вспышку. Но вот качество снимков при этом не радует. И любителям селфи придется мириться с не очень высокой детализацией в кадре. А в случае использования вспышки она получается настолько яркой, что бликует даже на коже. Задний же модуль гораздо интереснее. И это не что иное, как старый добрый Sony IMX 214 с разрешением в 13 Мп, который работает в паре с достаточно светлым объективом. Апертурой 2.0. Снимки здесь тоже получаются не слишком-то шедевральные, но лучше, чем я ожидал. И лучше, чем у того же Xiaomi Redmi Note 3, который совсем недавно побывал у нас в студии. Ну а с образцами этих самых снимков я приглашаю ознакомиться вас в текстовой версии этого обзора на нашем сайте, который вы можете найти по ссылке к этому видео. Вот теперь точно все. И я готов перечислить главные плюсы и минусы этого гаджета. Итак, что понравилось? Цена, внешний вид и материалы корпуса, реализация сканера пальца, световой индикатор уведомлений. Что не понравилось? Большинство заявленных в ВАУ-опций не работают или работают криво. Небольшой объем постоянной памяти, неудачно расположенный и тихий динамик. Такие же параметры, как качество снимков, автономность или звук в наушниках находятся на весьма среднем уровне и как-то особо похвалить и поругать их, в общем-то, не за что. Больше всего жаль, что так хорошо начавшееся знакомство с невероятными возможностями этого гаджета довольно быстро сошло на нет. И удивить друзей реально работающими плюшками, которые, заявленные в Yumi Iron Pro, к сожалению, не получатся. Относитесь к нему просто как к красивому, железному и весьма добротному фаблету за невысокую стоимость. Ну а если хочется плюшек, вам придется расстаться с суммой, превышающей 180 долларов. До свидания. Теперь попросим телефон узнать своего хозяина. Последовательность следующая. Нажимаем клавишу включения, проводим по экрану, появляется окошко камеры и смотрим. Don't move. Слушай, получилось. Класс. Ох, и don't move. А я не понимаю, что он меня хочет, потому что смотрю в камеру. Да. Еще разочек. Класс. 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 Продолжение следует...